Музыка Наше предприятие отвечает традиционно за украшения города к Новому году. И в настоящее время идут работы по монтажу новогодней иллюминации, новогодней елки, украшению здания мэрии и украшения на других локациях. Нашего города, где тоже будет возможность жителям города, гостям города сфотографироваться красиво, для того, чтобы на память остались хорошие фотографии. Так вот сейчас там, где мы находимся, идет украшение склона Стамбульского парка ниже аллеи Приморского бульвара, так называемым городком сказочным животных, на котором размещается 33 светящихся фигурки животных. Выше нас находится Приморский бульвар, который в этом году традиционно украшен перетяжками над проезжей частью, светящимися. Все деревья восстановлены на них, светодиодные гирлянды, и они светятся. Променад посередине по аллее украшен пробежками световыми, которые тоже нравятся людям и, в общем-то, очень красиво смотрятся. Украшена Потемкинская лестница фигурами светящимися. Установлена карусель возле дюка, которая с удовольствием будет катать детей в этот период праздничных дней. Украшена аллея между дюком и Екатериной по улице Екатерининской. Очень красиво украшен горсад традиционно. При входе в горсад с улицы Дерибасовской будет размещена инсталляция, возле которой можно будет хорошо сфотографироваться. По самой улице Дерибасовской будут как бы разбросаны очень красивые светящиеся фигуры, возле которых также можно будет фотографироваться. Установлена большая елка. Традиционно напротив ярмарки, где каждый год мы эту елку устанавливаем, она красивая, она интересная. В этом году она получилась не хуже, чем обычно она у нас получается. Главная елка, еще идет ее монтаж. Вот вы ее видите у меня за спиной. Я думаю, что мы сегодня, наверное, очень поздно, но закончим этот монтаж. Завтра мы испытаем то, как она работает, эта елка. Елка большая, 19,5 метров высотой. 9 метров она в диаметре, внизу у земли. На этой елке установлено 120 плоских и объемных фигур разного вида светящихся. Порядка 5 километров проводов спрятано внутри этой елки. И порядка 70 тысяч светодиодов ее украшают. Елкой управляет очень интересная программа, новая. Не такая, как была в предыдущие годы. Я думаю, что эта елка тоже очень порадует жителей города и ее гостей. Здание мэрии будет украшено колонной в виде конфет. Вверху по парапету будет очень интересная вязь из подарков, хвои, ленточек и светодиодных цепочек для подсветки, которая тоже очень освежит и развеселит здание мэрии. Фонтан традиционный светодиодный будет стоять со стороны улицы Пушкинской возле мэрии. Закончили уже украшать пешеходные части улицы Пушкинской. Над ними будут развешаны на каждом квартале по 4 светодиодных инсталляции. И так же само восстановлено освещение всех деревьев по улице Дерибасовской, которые у нас были от Решильевской до Преображенской. Часть от Решильевской до Польской или до Качинского у нас украшена аналогичными инсталляциями, как и на улице Пушкинской. Красота! Я думаю, всем очень понравится. Субтитры создавал DimaTorzok